Добрый вечер, уважаемые слушатели! В эфире Финам ФМ Бизнес Класс. Меня зовут Олег Дмитриев. Это первая часть нашего бизнес-канала, в течение которого мы рассуждаем с вами о том, как чувствует себя российский бизнес, как живется бизнесмена в нашем государстве. Более того, тема сегодняшней программы как раз напрямую посвящена этому вопросу. Мы назвали программу «Российский малый бизнес скорее жив, чем мертв». Знак вопроса в конце стоит, но, тем не менее, некий оптимизм, на мой взгляд, из этой фразы по умолчанию исходит. Посмотрим сегодня, как на него ответить. Тем более, что в гостях сегодня я с удовольствием предоставляю настоящий эксперт, знаток этого вопроса. Это Илья Хандриков, председатель Всероссийского движения «За честный рынок» и эксперт Национального антикоррупционного комитета. Добрый вечер, Илья. Здравствуйте. Уважаемые слушатели, присоединяйтесь к нашему разговору. Ваше мнение нам всегда интересно. Как вы считаете, как чувствует себя малый и средний российский бизнес? Звоните, делитесь собственными мыслями, задавайте вопросы сегодняшнему гостю. Телефон студии 6510996, код Москвы 495. Также сайт компании finam.fm, на котором вы можете задать свои вопросы либо высказать собственную идею. Итак, российский малый бизнес скорее жив, чем мертв. Давайте начнем разговор, Илья. Ну, в двух словах, наверное, на этот вопрос ответить сложно, и тем не менее попытаемся. На самом деле очень много факторов, которые отражают состояние малого-среднего бизнеса в России, как отрицательных и негативных, так и позитивных. И поэтому я последние годы, с 2006 года, пытался подводить итоги каждого года для малого-среднего бизнеса. И вот все эти годы я акцент делал именно на тех негативных тенденциях, которые очень важно было показать для того, чтобы люди делали выводы. Ну, чиновники исправлять, если хотят предпринимать, или, может быть, больше консолидироваться и так далее. Потому что таких вот красивых слов о том, что малый бизнес, основа наше все и так далее, за все годы, что я занимаюсь предпринимательством, а это вот легальным предпринимательством 25 лет, до этого были еще 10 лет советских времен, когда мы шили джинсы, продавали и так далее. Поэтому таких вот замечательных репортажей за эти 25 лет было безумное количество. Но очень важно было отследить негативные тенденции, попробовать повлиять как-то. И вот на сегодняшний день можно констатировать, я не знаю, является ли этот пример показательным, но 25-летие предпринимательства, так сказать, с выхода законов и постановлений 1987 года. Вот 25 лет исполнилось в прошлом году. Десятилетие отмечали в Кремлевском дворце и 5 тысяч предпринимателей съехалось со всей России. 15-летие отмечали в гостином дворе, тоже море, яблоку негде было упасть. 20-летие в Манеже отмечали, да? А 25 лет забыли. Юбилей, 25 лет забыли отметить. То есть камерно где-то отмечали, в регионах в отдельных, в Московской области отмечали. Но так вот на федеральном уровне и на московском, к несчастью, я не могу... То есть последний юбилей был в 2007 году, я так понимаю, да? Да, 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 да. То есть получается 25 лет не отметили. И я, в общем, приводил пример, когда подводил итоги, я привел пример, что вот, пожалуйста, сопоставимо количество работников милиции, или теперь это называется полиция, сопоставимо с предпринимателями. С количеством предпринимателей. Да, с количеством предпринимателей. Вы знаете, самые лучшие площадки, самые лучшие артисты приходят, и мы знаем, как это все делается. Премии, квартиры, машины, это те, кто живет за счет бюджета и как бы обеспечивает нашу безопасность, или обеспечивает нашу безопасность. Но сопоставить вот с этим юбилеем и отсутствие внимания, это о чем-то говорит. Конечно, есть море проблем, и, наверное, одна из самых главных проблем, то, что я вижу, на сегодняшний день становится все меньше и меньше независимых предпринимателей. То есть, вот эта вот вертикаль, которая парализовала и соединила в себе все ветви власти, в том числе и средства массовой информации, в том числе в эту воронку засасывается и церковь православная, мы видим это, вот, она, к сожалению, превратила всю нашу страну, основу, это чиновник сегодня, да, и получается так, что аффилированных предпринимателей становится все больше и больше. Зависимых. Мы знаем, вот мы проводили обследование несколько лет назад в одном из южных округов Москвы, это был кризис, 2009 год, и выяснилось, что там половина объектов стояла под крышами управских или милицейских. На сегодняшний день вот те конфликты колоссальные, которые идут с палатками, в первую очередь, когда город заявил, или Собянин заявил о том, что здесь надо вот навести порядок, что произошло? Произошла трагедия. Все те, кто крышевал палатки, все эти вот крышеватели своих поставили, то есть появился институт посредничества, и эти посредники потом предложили выкинутым предпринимателям, которые стояли по 10-15 и так далее лет, и о которых отзывы были. Ну, и вы сами, наверное, имели пару палаток, в которые вы, ну, гарантированно могли зайти, да? Ну, там, хлеба купить или сигареты. Нет, я их не владел ими, я имею в виду, что... Нет, нет, вы могли зайти и купить, то есть имели привычку заходить. Так вот, очень многие люди, особенно которые отстаивали доброе имя предпринимателя и хорошо себя зарекомендовали с покупателями, на это не было обращено внимание, они их просто выкинули. И на их место встали другие, и потом говорят, купи место, можешь у меня место снимать, да? И вот эта трагедия, плюс необдуманные конкурсы и аукционы, которые были проведены за последние два года, непроработанные глубоко, позволили колоссальные нарушения провести. А после этого было сказано, что вот у нас все, кто попал, все, кто выиграл конкурсы, они являются легальными предпринимателями, а те, кто вот это, значит, их надо сносить. И вот эта ситуация, сегодня уже ситуация дошла до абсурда, потому что, как я говорю, были сталинские тройки появились, то есть была определенная указивка, не закон, не суд, да? А вот решение на определенных уровнях правительства Москвы приняли решение, что нужно зачищать по более ускоренной схеме, не дожидаясь решения судов. То есть снесли, увезли, разгромили, а потом мне звонят одни, другие, третий, да и я был на судах в арбитраже. Люди выигрывают суды, а объектов их нет. То есть сейчас обсуждают... И вернуть уже ничего, да, по сути, не возможно. Понимаете, сейчас обсуждается вопрос компенсации. Я знаю, что вот была встреча, так сказать, омбудсмена российского Титова, там были и другие представители бизнеса, общество обсуждали, и вроде бы приняли решение о механизме компенсации. Но мы-то понимаем, что люди вообще потеряли бизнес. И вот на нашем сайте общественного движения «За честный рынок» «Исповедь предпринимателю», он 25 лет трудился, у него, так сказать, там они и хлеб, и что-то пекли, и платили, и храмы строили, ну, содействовали, и территорию благоустраивали, и отзывов о них отличное, огромное количество. Они лишились бизнеса сегодня. Вот это, почему я об этом сказал сейчас, потому что торговля, мелкая розница, сфера услуг, сегодня ведь в малом предпринимательстве превалирует. И когда мы видим, что вот этот сигнал московский, он потом нанес сокрушительный урон по многим регионам, потому что люди брали в пример снос, как в Москве. И вот сейчас в Ярославле мэр, который сносил, он заявил, да, решение суда отменило это, решение мэра, а он говорит, а я брал пример с Собянина. Представляете? То есть вот так... И это аргумент для суда, да, что у меня есть пример, вот, в столице нашей... Нет, суд оказался справедливым, не небосманным. Да, уже хорошо, хотя бы в Ярославле, да, мы видим такую ситуацию. Но я вот хочу вернуться к разговору о малом бизнесе. Действительно ли малый бизнес, ну, наверное, это так, это прежде всего, да, вот то, о чем мы говорим сегодня. Это торговля, это сфера услуг, причем мелкорозничная торговля в основном, да. Есть причина. На самом деле, вот, когда стали бороться с палатками, которые стоят у обочин дорог, да, потому что нужно расширять дороги, ну, в общем, проводить определенные изменения. Согласен. Эстетической точки зрения, да, была? Да, но ведь их вытеснили за все годы российского предпринимательства, их просто вытесняли. И вытесняли мы много раз, я был членом экспертного совета по предпринимательству при мэре, мы не раз с представителями, там, руководителей департамента торговли, теперь он называется так. Илья, мы сейчас прервемся, у нас время новостей на Финам.ФМ, а потом мы продолжим. Итак, уважаемые слушатели, мы продолжаем наш эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ, меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня традиционно в это время мы говорим о том, как чувствует себя российский бизнес, малый и средний бизнес, но говорим об этом более в широком смысле. В гостях сегодня Илья Хандриков, председатель всероссийского движения «За честный рынок», эксперт национального антикоррупционного комитета. Для вас, уважаемые слушатели, я напомню, телефон в студии 6510-996, код Москвы 495. Также есть сайт компании «Финам.ФМ». Этим вы можете воспользоваться, чтобы задать свой вопрос гостю, либо поделиться собственным мнением. Тема наша звучит так. «Российский бизнес, малый и средний бизнес, скорее жив, чем мертв». Вот такой у нас сегодня вопрос во главе угла. И мы продолжаем разговор, мы продолжаем разговор о том, как действительно чувствует себя этот самый бизнес. Кстати, вот в первой части мы обсуждали, и Илья замечательно, на мой взгляд, предложил идею. То есть, можно говорить, вот есть малый бизнес в России, можно говорить о том, что он есть и хорошо себя чувствует, потому что примеры такие есть. И в этом случае рисуется некая позитивная картина, мы все довольны, счастливы, вроде бы, да, и аплодируем друг другу. А другая позиция говорит о том, что давайте замечать недостатки, ну, недостатки бизнеса, недостатки их условий. И, как бы, двояко получается, да, человек, который о недостатках говорит, вот он такой враг народа, рисуется таким врагом народа, он все время говорит о плохом. А с другой стороны, как двигаться, да, в правильном направлении, если не говорить о плохом и не справлять это плохой. Есть здесь парадокс некий, Илья? Вчера на комитете по предпринимательству Торгово-промышленной палаты российской один мой коллега назвал, но ты революционер. Да, да, да. Вот, я говорю, уже теперь эволюционер. Да, на самом деле, можно смеяться сколь угодно, но, когда наш президент цитирует экспертов Всемирного банка и говорит, что условия для развития бизнеса, по условиям развития бизнеса у нас 120 место, ну, за последний год, там, на 8 мы чуть прыгнули вверх, 112 место, и надо к 20-му году или к 18-му, 20-му году надо занять 20-е, да, смотрим, а какие условия для этих изменений, да, и мы видим, что по всем параметрам этих условий нет. Больше того, я вспоминаю программу, которая, первая программа развития малого бизнеса, которая была принята с 95-го года, она вступила в действие и должна была к 2000-му, то есть за 5 лет, добиться того, о чем сейчас говорит президент, то есть 40 процентов, чтобы было в малом бизнесе, население России и так далее, чтобы вот этот воловой продукт, он тоже составлял какие-то фантастические цифры, но та программа в 2000-м году, она померла, ну, наверное, повлиял кризис тогда, 98-го года, потому что в кризис были убиты все деньги, которые шли на это, хотя это в основном иностранные деньги были, сегодня государство выделяет деньги, но куда они идут, насколько целевым образом они используются, насколько разворовываются, трудно говорить, в любом случае мы имеем сегодня, скажем так, нехорошую ситуацию, больше того, вчера на комитете торгово-промышленной палаты по предпринимательству один из наших коллег, когда возник вопрос, каждый год проводится всероссийская конференция по какой-то тематике, да, малого и среднего бизнеса, и один из коллег, патриарх предпринимательства, я так его называю, Александр Давидович Йофф, он сказал, давайте назовем конференцию шаг вперед, два шага назад, и вы знаете, большинство идею эту поддержало, хотя говорят, мы же тогда спонсоров не найдем, если мы будем серьезные проблемы обсуждать, именно проблемы обсуждать, а не какую-то тематику, например, как ВТО нам защититься, как там инновации, ну это такая обычно тема популярная, где банки спонсируют и прочее, а вот проблемы обсуждать, будут ли спонсоры для той конференции, ну вот в любом случае, коллеги вчера предложили за последние два года попробовать посмотреть аналитику всех постановлений, законов и так далее, чтобы увидеть вот эту тенденцию негативную, проследить, то есть вот тот вау... Ну очевидно, что она негативная. Она негативная. Больше того, один из экспертов, и я в итогах приводил этот пример, сказал, что на годы, то есть на самом деле давление на бизнес идет как административное, так и налоговое. Налоговый прессинг, и есть исследования Всемирного банка, плюс PricewaterhouseCoopers, они не один год проводятся, которые показывают, что Россия как по налоговому времени, так и по времени заполнения, ну вот... Регистрации. Подготовки документов по отчетности по налогам далеко позади планеты всей. И изменить эту ситуацию очень-очень трудно. И вот в этой связи, конечно, очень бы хотелось... Да, и эксперты говорят, что какое снижение налогов? На годы расписано повышение. То есть тенденция изменения в негативную сторону заложена, просто мы ее с вами не видим, этим занимаются Минфины и так далее, понимаете? И вот это очень печально. Но, если говорить все-таки о позитиве и ваша программа достаточно важная, важная для тех, кто начинает свое дело или хочет сориентироваться, как вести дело дальше, вот для тех же предпринимателей, которых выкидывают из местационарной торговли, как им быть? Ну, наверное, во-первых, возможно, нужно переходить на патент, потому что страховые вот эти взносы, они касаются индивидуальных предпринимателей. Патентная система, она более защищена, но там есть тоже определенные риски. С другой стороны, все-таки, когда вы начинаете свое дело, очень важно посмотреть вот то, что вам любо. Я привожу пример своей дочери, которая открыла студию, она шьет одежду, и она говорит, очень тяжело, там, платье, очень красивые вещи делают, и она говорит, очень тяжело, зарабатывать деньги, очень тяжело, но ниши переполнены, конкуренция колоссальная, и очень сложно там решать проблемы. Наверное, стоит посмотреть, какие ниши сегодня свободны. Это трудно, не специалисту, но, возможно, нужно привлечь специалистов, посоветоваться, найти мудрых людей. Потом, надо посмотреть рентабельность бизнеса. Если бизнес, который вы посчитаете, и вы, наверное, ошибетесь, в два раза ошибетесь, и у вас будет рентабельность 10-15%, то трудно сказать, стоит ли этим бизнесом заниматься. Или это должно быть такое желание, вы знаете, это вот такое фантастическое, которое иногда прошибает все, но этих людей, талантливых от Бога предпринимателей, по миру 5-7%. Ну да, их не так много. Но европейцы, то есть страны цивилизованные, где созданы условия для бизнеса, которые занимают ведущие строчки рейтинга, они там говорят, что у нас в бизнесе реально 40%, вот как Путин предрек нам. Понимаете, у нас реально 40%, то есть там условия созданы даже для тех, кто не талантлив, а кто просто может делать дело, спокойно, отчеты у него, там налоговики помогают. Тот же Дмитрий Потапенко, он у вас, по-моему, бывает, на Финам, он рассказывал, что он в Чехии, ему налоговики сказали, а давайте переведите своих, вот там сколько-то человек, переведите в индивидуальных предпринимателей, вы будете меньше платить налоги. Это налоговики говорят. А у нас попробуй это сделай, тебя затаскают. То есть подходы для того, чтобы успешным быть предпринимателем, они требуют некого понимания. Вот, например, Глазиев у нас есть, известный экономист, он советник президента, и вот сейчас, обратите внимание на его последние заявления, он говорит, что вот Россия, как бы, или весь мир уже готов к переходу на новый экономический уклад, и этот новый экономический уклад будут определять определенные виды деятельности. Там фармацевтика, интернет, все вот эти вот проекты и так далее и тому подобное. Инновации в определенных сферах, да? И если стоит заниматься этим, и вы хотите зарабатывать деньги и иметь перспективную нишу, наверное, стоит и это учитывать. Ну, очевидно, да, очевидно. Такое время, собственно, живем. Да, я сам просто, вот, 35-летний опыт моего предпринимательства. Вот я тоже, да, вы о дочери начали рассказывать, а я хотел попросить вас, чтобы и о своем опыте рассказали, или, к сожалению, он... Ну, вы знаете, опыт все равно такая вещь очень важная. 35 лет, 36 уже лет назад я только закончил школу и начал заниматься предпринимательством. Мы что-то шили, потом и джинсы там, и вот такого рода были, но это было незаконное в советское время предпринимательство. Исторически так получилось, и я написал об этом книгу о 35-ти годах предпринимательства. Кстати, слушателей, с удовольствием приглашаю сейчас в рамках вот сегодняшнего дня как раз открылась такая вот деловая программа, неделя деловой литературы в доме книги на Арбате, и в интернете, возможно, есть там программа эта. Я готов, рад пригласить на 19-е число в 17.00 будет встреча моя с читателями как раз книги по той истории предпринимательства, которую я писал за 35 лет. Так вот, я же оказался, в общем, мы в группе людей создали первый в Советском Союзе кооператив по производству профессиональной одежды. Поэтому, когда мы говорим о торговле как единственном секторе, в котором малый бизнес еще что-то зарабатывает, я могу сказать, что очень тяжелый труд заниматься производством в любой сфере в сегодняшних условиях, но мне кажется, это очень благодарное дело и благородное дело, но на одном благородстве невозможно. Государство должно определить приоритеты, и на сегодняшний день, к несчастью, пока нет закона о промышленной политике, пока в Москве нет реально объявленных приоритетов по поддержке промышленности, очень трудно говорить о создании производственного какого-то бизнеса, хотя это очень важно. Ну, смотрите, опять парадокс, на мой взгляд, да, то есть наши руководители говорят, вот, да, о том, что есть некая программа, и через столько-то лет столько-то россиян, да, занимаются частным бизнесом, это нормально, и в то же время мы видим, что, очевидно, государство не поддержит, хотя логика-то, а взаимоотношения должна быть именно эта, если ставится задача, значит, эту задачу надо как-то решать, а получается, что все наоборот, то есть это популизм чистой воды, да? Ну, видите, когда нефть пошла в рост, нефть и газ, да, цены на нефть и газ, я помню, это, по-моему, был 2004 год, Герман Греф на съезде торгово-промышленной палаты российской, тогда Примакова избрали президентом, он сказал, что у нас, как бы, деньги вот есть, уже деньги пошли, да, после голодных-то лет многих, да, и низких цен, и он сказал, мы все купим, понимаете? И вот наполнение внутреннего рынка и создание, а, гордость, что Сталин, вот он, индустриализацию провел, все давно уже слили, за последние 30 лет, а не было роста, не было поддержки промышленного, и промышленного развития, очень многие устарели, фонды и так далее, и поэтому возрождение вот это, конечно нужно делать, может быть через прорывные подходы, может быть еще как-то, но, значит, сейчас время новостей, потом поговорим. Уважаемые слушатели, продолжаем наш эфир, бизнес-класс на Финам-Эфе, меня зовут Олег Дмитриев, в гостях Илья Хандриков, председатель всероссийского движения «За честный рынок», эксперт национального антикоррупционного комитета, говорим о том, как все-таки нелегко российскому бизнесмену, малому и среднему предпринимателю в России, я так уж, извините, тяжело вздохнул перед уходом на вторые новости, но как-то рисуется, у меня вот сейчас мы, Илья рассказывает, 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 рисуется у меня какая-то безысходность, есть сообщения на сайте, я прочту одно из них, пишет Дмитрий из Новосибирска, «Здравствуйте, в Новосибирске тоже вынуждают убирать киоски или продать по дешевке, после того, как согласился, на их месте все то же самое издаются, вот то, что Илья и рассказывает, все то же самое издаются в аренду, этим занимаются администрации районов, то есть кормушку такую, да, они получили, я сам занимаюсь мелкой розницей 15 лет, 15 лет, я, уважаемые слушатели, подчеркну сейчас, то есть это жизнь, это жизнь Дмитрия, и что случилось, было 8 точек, сейчас 3 осталось, остальные пришлось отдать, это что такое, это просто какой-то шантаж, да, это выкручивание рук, это война, да, война, государство борется с предпринимателем мелким, да, частником, только что мы говорили о том наоборот, но государство декларирует, что надо развивать сейчас, и в то же время вот такая вот история, как это понять? Наверное, стоит отделить все-таки понятие государства, хотя очень хочется сказать, государство борется, что такое администрация, администрация районов? Я вам скажу, в Москве та же самая ситуация, дело в том, что у нас, вот когда мы, я говорил в самом начале о вертикали, который, к сожалению, что-то организует, а глобально разрушает, да, и вот эта вертикаль, сигнал не проходит, посмотрите, Владимир Владимирович, еще только вот про протечки унитазов не пишут, понимаете? Трагедия заключается в том, что отсутствие полноценного делегирования полномочий ведет к тому, что приходится решать все наверху, а вниз сигнал не доходит и обратно он не идет, по сути, получается некий вакуум и искажение, и вот это искажение проходит на уровне районов, префектуры у нас в Москве, причем криминально коррумпированная система, больше того, у нас многие годы вроде бы у нас как бы местный уровень заявлено, что вот у нас есть на местном уровне, там должны, сейчас вот избирались депутаты, местный уровень и все, а многие годы последние административная реформа прошла, вроде бы назвали, а денег не выделили, и вот тогда уже стали кормиться, как говорится, от своих кресел, и вот на мой взгляд, это как раз одна из главных причин, коррупционной составляющей, на уровне префектур, на уровне управ, там просто все парализовано, и других форм работы нет, да, и, наверное, такие же вещи происходят во многих регионах, это, это трагедия, на самом деле, вот, очень бы хотелось одну вещь отметить, у нас ведь, ну, всем известно, что у нас существуют три сектора по причастности, да, в обществе, это власть, да, это бизнес, и это, это общественные структуры, да, вот, как раз вот этот общественный сектор, когда он соединяется с властью, у нас получается демократия, так сказать, по-сурковски, да, карманная демократия, когда власть соединяется с бизнесом, когда вот эти два сектора соединяются между собой, у нас появляется коррупция, а когда соединяется второй и третий сектор бизнес и общество, и общественные институты, да, то тогда у нас страдает потребитель, и вот очень важно, чтобы три эти сектора не сращивались, а что мы видим, посмотрите, отстаивать интересы бизнеса должен общественный сектор, должны предпринимательские объединения. Предпринимательских объединений существует два вида. Это мы, производители товаров и услуг, это площадка, союзы, производители товаров и услуг, это торгово-промышленная палата, и мы, работодатели. Эти союзы в идеале можно было бы назвать там олигархов РСПП, деловая Россия это средний, крупный и средний бизнес, и опора России, да, но эти функции в них как бы не заложены. Опора России, я был одним из создателей опоры России, предполагалось как бы вот доброе и светлое нести, а не защищать бизнес как класс, то, что нужно. И вот на сегодняшний день трагедия заключается в том, а что такое нести доброе и светлое, как это понимают люди, которые создают некое общественное объединение, которое прежде всего конечно должно защищать, что такое доброе и светлое? видите ли, если мы говорим, что союзы работодателей, ну как, то есть конструктивная критика, это добрая, вот, конструктивная критика, это положительный пример предпринимательства, популяризация предпринимательства, и так далее, то есть можно акценты поставить так, если вы профсоюз малого бизнеса, в кавычках профсоюз, то вы должны защищать малый бизнес как класс. Совершенно верно. Этого не было у нас, и так у нас в объединениях порядка 7% предпринимателей входит. Всего лишь. Всего лишь. А, например, в континентальной Европе 100% обязательное членство, Наполеон его еще ввел, когда захватил пол Европы. Вот. А в Великобритании из США 80% предпринимателей в торгово-промышленных палатах. И вот эти союзы, особенно в условиях вступления в ВТО, они должны вдвойне защищать, создавать площадки, обучать новым подходам и так далее. И вот получается так, что криком кричат предприниматели, и появляется с разных точек зрения, я тоже писал программу Центра защиты бизнеса, говорят, давайте омбудсмена по предпринимателю, потому что без омбудсмена мы не можем, у нас трагедия... Кто-то нас должен защитить, кто-то нас должен защитить. царь-батюшка защитит, но до него не достучишься, он высоко, он не будет имитата заремонтировать. А трагедия заключается в том, что не работают в полной мере три... Ну, олигархи себя защищают. Безусловно. Мы их исключим, допустим. Но малый и средний бизнес у нас не отстаивается раз, он в консолидации не массовый, то есть объединений не представляют все сообщество, и трагедия заключается в том, что до тех пор, пока союзы, предприниматели, особенно работодатели, не будут выполнять свою функцию, они ее должны возродить, они ее должны поставить в приоритет, и это делают. А омбудсмен будет над стройкой. И вот тогда можно говорить о том, что малый как-то бизнес, малый и средний бизнес будет как-то отстаивать свои интересы. По крайней мере, да, он будет смотреть более-менее уверенно вперед. Ну, вот мы упомянули сейчас институт омбудсмена, он создается, да, я так понимаю, активно сейчас, много активных шагов. Самостоятельно справится он с этой задачей, ведь вот первой этой части нет, одной из главных частей нет, это объединение. Да. Ну, на самом деле, еще один институт, можно спорить, хорошо или плохо, главное, ведь закона еще нет. Вот вчера в Госдуме собирались на рабочую группу представители, которые готовят это дело, к сожалению, заявленный в указе президента, что омбудсмен сможет, значит, блокировать решения органов власти по тем или иным вопросам, это не нравится депутатам, и в правительстве не нравится, и поэтому там колоссальные проблемы, поэтому нет финансирования, в регионах создаются площадки, я сам, честно скажу, хотел бы работать в этой системе, и надеюсь, в воскресенье мне удастся переговорить с, как раз, нашим омбудсменом, да, Борисом Титовым на эту тему, потому что я вижу, но я и на общественных началах являюсь защитником, но сегодня, как бы, вот, надо еще и как-то кормиться, да, потому что поддерживает движение «За честный рынок» это небольшая организация, она занимается проектами, но, по большому счету, движение-то появилось, когда начались первые наезды на палаточников, на нестационарную торговлю, мы сегодня имеем вторую волну наездов, первая волна и приоритет, говорят, Москва-Москва, на самом деле не Москва, у нас Питер является сегодня пионером по зачистке малого бизнеса и известная сегодня председатель Совета Федерации Матвиенко-Валентина, с ней связаны те изменения, которые, так сказать, произошли, мы сегодня имеем идеальный для чиновников пример, Питер это город сетей, сетевой город, не Москва, а Питер, Москва, конечно, тоже, но проблема в том, что вот сетевики до 80% занимают в Питере. Ну, то есть они частников и давят, по сути, да? Да, они давят, но, вы знаете, можно много рассуждать, но я бы начал с патриотизма, патриотизм это хорошие вещи, когда мы говорим, что нам надо предпринимательство развивать, менять и приводить к нормальным знаменателям, а не гробить, так сказать, малый бизнес, по сути, сети сегодня начинают вытеснять малые предприятия и лоббировать интерес, не только сети, но в основном торговые сети наши принадлежат чиновникам, силовикам и депутатам. Дело в том, что 80, то есть чуть ли не до 100% крупных сетей это офшоры. офшор это отличное место, где можно держать деньги, где можно бесконтрольно, где можно выводить коррупционные доходы и так далее. Я не против сетей и сети должны быть, но в цивилизованных странах, в той же Америке есть ограничения для работы сетей. В той же самой Великобритании вот сейчас закон о табаке или там антитабачный закон, ведь понимаете как, у нас было заявлено, я не видел последний комментарий, но значит в Великобритании заявили о том, что с 12-го года они убирают табак из сетей, а с 15-го с малого бизнеса. То есть 3 года у малого бизнеса еще остается. Да, понимаете отношение к гражданам, отношение к предпринимателю и отношение к глобальным сетям, которые в общем транснациональны по сути. Вот, и это разные подходы. К сожалению, у нас примеры берутся худшие. У нас все наоборот получается. Да, да, да. Сначала задушим часть. Абсолютно верно. Поэтому очень важно менять ситуацию, о ней говорить, но отсутствие лоббизма и отсутствие нормальных союзов полноценных, которые могли бы защищать. Вот в прошлом году, конец года был, и выбирали президента Московской торгово-промышленной палаты. Я писал предложение о том, что в Москве выбрали президента Банка Москвы, и по сути инструментарий у нее есть, по сути идея довести Московскую палату до уровня европейских цивилизованных стран не через обязательное членство, хотя можно экспериментально два-три региона попробовать это дело, но можно не идти прямой дорогой, а можно пойти за счет создания определенных условий и прочее. Предложили виртуальную консолидацию, сегодня инструментов много, фейсбуки и так далее. Без сомнения, сегодня созданы все условия для виртуальной консолидации, но надо немножко вложить для того, чтобы потом, ведь там и реклама пойдет тех же банков и так далее. И тому же Банку Москвы, как вот Абора России со Сбербанком работает, можно было бы начать формировать предложения для московских предпринимателей, которые являются или готовы войти в торгово-промышленную палату. И сколько будет гильдий отраслевых, это можно только статистикам подсказать. Ну это очевидно, а что-то это тормозит, что-то вот сами предприниматели не понимают, что у них есть огромные возможности. Сегодня доверие к власти и доверие между гражданами падает на ноль. И это печально, это вот мы видим годы... То есть даже любая вроде бы благая инициатива, она все равно воспринимается уже... Конечно, потеря доверия это очень существенно. Но есть инструментарий, мы говорили уже, виртуальная консолидация, так сказать, банкир, крупный руководит палатой. У него есть ресурсы. Есть ресурсы, можно попробовать. Ребята, давайте пробовать. Я даже написал пошаговую программу. Вот. Но в любом случае, мне кажется, это путь. Это путь, мы о нем сейчас еще поподробнее поговорим, послушаем новости на Финаменте. Итак, друзья мои, последние 12 минут нашего эфира, к сожалению, а тема-то безграничная. Сегодня мы говорим о том, как чувствует себя российский бизнес. В целом, мы пытаемся рассуждать на эту тему. В гостях Илья Хандриков, председатель Всероссийского движения «За честный рынок», эксперт национального антикоррупционного комитета. И мы за эфиром сейчас с Ильей общались. Действительно, получилось так, что мы начали это вроде бы подчеркивать, да, основные негативные вещи, ну, они очевидны, они объективны, а приходим к тому, что не все так плохо-то, да, есть, во-первых, есть позитив, и главное, вот, я попрошу сейчас Илью продолжить, есть дорога, куда двигаться, и пути, как это движение осуществить. Илья? Ну, на самом деле, очень важно видеть свет в конце тоннеля. Если мы его не видим, тогда затевать не стоит ничего. Мы видим, сегодня огромное количество людей отъезжает, даже, даже, так сказать, в тот же Казахстан. В Китай едут люди заниматься предпринимательством, переезжают заниматься бизнесом, то есть, сегодня условия не созданы. Мы говорим, что надо сделать для того, чтобы создать условия. Вы знаете, уникально, я слушал тут одного известного человека, он рассказывал, я уже сейчас не помню, в какой стране, он был в каком-то крупном городе, где мэр там является предпринимателем и занимается каким-то видом деятельности. У меня есть тоже своя история. В 98-м году мы были в Финляндии, в Тампере, достаточно крупном для Финляндии городе, и были на международной выставке, и потом был прием мэр, главный врач больницы. Принимал крупный промышленный город для Финляндии, понимаете, принимал главный врач больницы, то есть он зарабатывает деньги там, выполняя свои важные функции, а это у него как общественная деятельность. Конечно, многомиллионник и 500-тысячник это разные подходы, разные правила, но в принципе дорогого стоит тот опыт, который есть. На самом деле очень важно, чтобы были созданы совершенно другие механизмы. Почему я говорю о союзах производителей товаров и услуг, их площадка торгово-промышленная палата, этот институт должен по сути во всех цивилизованных странах мира без торгово-промышленной палаты ни один президент, ни один премьер-министр не решает вопросов. Экономические вопросы все проходят в системе в этой саморегулирования. Наш закон о саморегулировании мы пошли трагическим примером американцев, которые сначала показали нам вот этот пример, а отказались этот тупиковый путь. То есть на самом деле нужно посмотреть на тот опыт, нужно пересмотреть подходы, потому что в принципе все эти союзы, все это саморегулирование должно быть привязано. И это ведь что такое саморегулирование организации? Сначала финансисты собирались, но это был жесточайший контроль и так далее. Но теперь это должно быть мягче и это должно быть массово. И вот эта консолидация очень важна не только по видам деятельности. Вот сегодня в московском правительстве департамент потребительской торговли предлагает, что надо вот этих палаточников объединить, кто хлебом торгует, то овощами, фруктами и так далее. Это очень важно. Но надо понимать, куда дальше встроятся вот эти вот сообщества. А это по сути гильдии или под гильдии в торгово-промышленной палате. Все придумано давно, не надо изобретать и говорить. Просто каждый хочет оседлать. Я помню тогда саморегулирование в строительном секторе. Кто вас главил? Басин, Яковлев и так далее. Те киты. Потому что нужно было быстрее собрать и сверху шапку посадить. Понимаете? На самом деле возможно начинается с другого. И сколько должно быть этих отраслевых союзов на принципах саморегулирования более современных, это очень важно. Тем не менее, если это начнется, можно будет говорить о делегировании полномочий. Ведь тогда в 2004 году я приводил пример. Греф на съезде говорил не только, что мы все купим. Он говорил, вы хотите получить полномочия? Объедините участников рынка, всех участников рынка, объедините, и тогда мы вам отдадим эти полномочия. Идея великолепная, но палки в колеса нам ставили, и на сегодняшний день нет идеи предоставлять вот эти полномочия и нет механизмов. Вот, я хотел спросить, очевидно, благая вот эта вот история, давайте объединитесь, давайте объединитесь, мы вам дадим полномочия, а кто-то в результате все равно кто-то это должен делать. Мы же не можем просто так вот, давайте объединимся. Нужен быть механизм, мы, кстати, начали о нем говорить как раз, да, этот механизм, вот сейчас у нас есть, мы живем в 21 веке, у нас интернет, да, ресурсы, социальные сети, но опять-таки вот. Вот смотрите, мы начали с того, что у нас все меньше и меньше становится независимых предпринимателей. И что, если он под крышей, если он аффилирован, если он представляет интересы чиновника, а называется вроде его компания, понимаете, а это сплошь и рядом, зачем ему вступать в эти сообщества? Абсолютно верно. Понимаете, он свой тендер, вот у меня сектор вот спецодежды, который я многие годы представлял, значит, там, если у тебя нет одного-двух тендеров, то ты не участник рынка, ты выпадаешь, а тендеры ты должен покупать, у нас тотально продаются тендеры. Я уходил от этого дела, потому что мы отказались работать с государством, зная криминальность вот этих всех вещей, и мы многие годы работали с ведущими западными компаниями, менталитет сотрудников, которых не позволял торговать собой, да, или там именем предприятия, и нам везло, но все равно нужно искать подходы, а сегодня те же самые тендеры, посмотрите, говорят, что малому бизнесу выделяется какая-то часть, доля десятин или пятнадцать процентов, но на самом деле крупняк, аффилированные с крупными структурой выигрывают практически все тендеры, то есть создается специальное малое предприятие, оно выигрывает, оно получает финансирование, потом заказы размещаются там где надо и так далее, и вот эта трагедия, разорвать этот порочный круг очень важно. Очень важно, а есть возможность это сделать? Вы знаете, мы вчера вот на комитете как раз обсуждали очень важную тему, потому что оказывается компании, созданные с долей иностранного капитала, значит, они не имеют права, ну, 25 процентов и выше, они не имеют права получать поддержку как малые предприятия, а в Сколково хочется, понимаете? И вот говорят, а давайте внесем изменения в 209 закон и изменим ситуацию и дадим возможность всем и всяк. Мы говорим, ребята, вы сначала проведите исследование вот по тем тендерам, которые у нас проходят, давайте специально закажем исследование, потому что мы сегодня видим, что малый бизнес не участник конкурсов и аукционов, не участник. Либо это вот клоунада, это абсолютная аффилированность и так далее, поэтому давайте начнем хотя бы с простых вещей, потому что открыть двери на все 100% ума не надо, но вы поддержите российских производителей, начните хотя бы с вот с этих вещей, да, и это будет важная поддержка и помощь. Реплика нашего слушателя, ну вот то, о чем вы говорите, особенно в моей любимой стройке, эти замечательные, практически убили, да, практически убили малый строительный бизнес, вступительный взнос плюс ежегодные взносы по карману только крупного бизнеса, иначе только тень. Ну вот, поэтому вот этот кривой путь закона о саморегулируемых организациях нужно менять. Давайте смотреть пример тех же американцев, которые изменили подходы, давайте брать лучшее и давайте менять, и на самом деле очень важна роль государства. Если Владимир Владимирович заявил о том, что 2020-2020 нужно прийти вот с такими-то результатами, да, вот с такими-то результатами, и если понимают специалисты, что очень важна роль союзов, нужно помочь им, но не так, чтобы это сливалось, и не так, чтобы это в экстазе, как говорится, они в едином порыве государства и бизнес, и получается коррупция и так далее, да, вот здесь, конечно, как помочь, чтобы позитив изменить, да, а не подчинить и подмять и сломать, вот это самый трудный вопрос сегодня. Это трудный, очевидно, да, причем я так подумал о том, что, а может ли эту, точнее, кто может, да, сломать эту ситуацию, нужна ли некая личность, которая вот идет своим авторитетом, своим, я не знаю, энергией своей, или все-таки действительно надо какую-то группу, да, группу заинтересованных листов. Ну, во-первых, где сегодня личности, понимаете? Они в основном в Лондоне, вот, ну и еще где-то, поэтому сказать, что ты можешь бесконтрольно получить полномочия и что-то двигать, да, к несчастью, менталитет, вот он, менталитет раба, то есть, я украду хозяина, понимаете? подход такой, вот я наворую, я украду, то, что плохо лежит, это арабская психология. На самом деле, свободный человек, он никогда не поднимет руку, да, он на самом деле должен, мне кажется, гордиться тем, что он способен быть созидателем и так далее. И вот это важно. У нас дефицит вот этих людей, а потом управляемость сегодня осуществляется за счет скелетов в шкафу. То есть, механизмы такие, ну, мы понимаем, что если у человека есть что-то негативное, да, его всегда можно поставить на место и заставить что-то делать. А заставить делать в позитив, в негатив, скорее всего, просто управляемость, да? Поэтому, наверное, доверять сегодня чужим к несчастью не принято, но и подход свой-чужой это из области какой-то древней-древней истории. Понимаете? Это, на самом деле, мне кажется, время сейчас открытых систем. И Фейсбук об этом говорит. И если сегодня не открываться, ну, понятно, что есть скелеты в шкафу, не всякие может открыться, но, на самом деле, искать таких людей, потому что опираются на молодежь, которой тоже можно управлять, у которой есть энергия. Вот сегодня я вижу огромное количество назначений, когда назначаются люди, не имеющие опыта даже. 30-35 лет назначают заместителя руководителя департаментов и так далее. Но нужен еще опыт. А для того, чтобы, например, преподавать предпринимательство в вузах или где-то, консультировать, как Дмитрий Потапенко говорит, если ты 30 лет не занимался предпринимательством, то ты должен подходить, не имеешь права. Причем именно не имеешь права, да, не то, что там тебя составят, это не заставят, где-то внутреннее ощущение должно быть, что это просто морально было бы неверно. Ну, это его взгляд, но можно соглашаться. Илья, огромное вам спасибо, время заканчивается, к сожалению, я вас благодарю за то, что вы очень интересно сегодня с вами провели разговор. Уважаемые слушатели, спасибо вам за внимание, все-таки российский бизнес скорее жив, поэтому успехов в бизнесе, всего хорошего. Спасибо. Спасибо.